Наш концерт посвящен Международному Дню Учителя и все время хочется сказать в День Учителя, какую роль учительство играет для всей страны, для большого развития наших граждан, успехов и так далее. И вот я когда слушал этот концерт, мне вспомнилось в последнее время популярное выражение «высокие технологии». Говорят, что наша промышленность должна переходить с индустриального типа производства на постиндустриальный. Вот сейчас воспроизвел. И тем самым технологии должны становиться высокими. И когда я слушал этот концерт, я понял, что педагогическое начало, оно появляется там, где вот есть этот огромный пласт культуры, произведений культуры, в данном случае музыкальных произведений. И есть молодое поколение, которое ну как-то себя с этим большим пластом культуры должно соотносить. И вот в тот момент, когда появляется искусство импровизации, да, вот такого специфического отношения к огромному пласту культуры, появляется вот это педагогическое начало. Когда мы молодых ребят вводим в этот пласт культуры не как тот пласт культуры, который надо в обязательном порядке освоить, заучить, воспроизвести, а когда мы к этому относимся как к своему отношению, как к тому, что можно на самом деле присвоить, сделать своим, даже где-то немножко хулигански поэкспериментировать. Вот это и дает возможность проявиться этому самому педагогическому началу, найти в этой культуре нечто, так сказать, свое, уникальное, и тем самым и раскрыв себя, и приобщившись к этому огромному пласту культуры. И вот это на самом деле как раз то, что можно и называть высокой технологией. Высокой технологией в смысле куманитарного знания, в смысле приобщения к вот этому пласту культуры. Это уникальные навыки, навыки нашего педагогического труда, когда нам удается и удержать весь этот универсум, огромное пространство культуры, и в этой культуре дать возможность ребенку найти себя, обрести, освоить этот пласт культуры и сделать своим. Вот на грани между большим и уникальным, между индивидуальным и всеобщим и работает наша с вами педагогическая практика. Там, где нам удается находить границы двух этих миров, там случаются педагогические чудеса, там мы даем возможность нашим ребятам найти себя во всем этом поле. И концерт – это как раз то место, которое может продемонстрировать нам наглядно, как это чудо происходит. Всех с международным научителем поздравляю. Игорь Васильевич, пожалуйста, здравствуйте. Дорогие друзья, коллеги, все было великолепно, все было высокопрофессионально, и я рад, что много-много лет назад, в прошлом веке, родился музыкально-педагогический факультет. Я хотел обратить вчерашние слова президента Российской Федерации, который сказал, что культура – это не разовлекуха. Это настоящее художественное произведение музыкальной культуры, художественной культуры, литературы. И я думаю, образец этого мы сегодня услышали здесь, в этом зале музыкально-педагогического факультета. И я хотел сказать большое спасибо вам всем за то, что вы делаете, растите такое уникальное поколение музыкантов, певцов, настоящих учителей, настоящих специалистов в области музыкального искусства. Спасибо большое всему коллективу музыкально-педагогического факультета, и я надеюсь, что это будет развиваться, продолжаться именно на высоком художественном культуре. Днём учителей! Спасибо большое за тёплые, добрые слова. Они нас настолько греют, что энтузиазма нашего не будет в разумных пределах. Мы стоим на пороге своего десятилетия. Мы образованы, Илья Васильевич, в 2004 году. В 2014 нас будет 10. Мы поднимем всех своих выпускников. 99% работают по профессии до сих пор. Мы знаем их. Они приведут свои коллективы. И в следующем учебном году, сентябрь-октябрь, мы также здесь попробуем дать честь десятилетия, уже концерт, выше гораздо и по качеству, и по объёму. Спасибо вам всем, кто нас искренне любит. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо, студенты. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ